Всем добрый день, меня зовут Антон, я буду рассказывать доклад возможности подгресса для тех, кто перешел с моей скуэля. Сразу хочу извиниться, потому что у меня опыта докладов очень мало, поэтому я буду тупить, и у меня будет паническая атака, и меня вырвет. Почему вообще возникла идея такого доклада? Дело в том, что подгресс-сквэляр сейчас более-менее хайповая вещь, то есть очень многие переходят на него. Я сам из Питера, и у меня буквально все знакомые с мускулей играли на подгресс по тем или иным причинам. Но, допустим, есть программист Вася, он сейчас программировал на мускуле, а сегодня программировал на подгрессе. Как он это будет делать? Он использует самые простые селекты, инсеркты, и особо не заморачивается. И, как показывает практика, проходит много лет, прежде чем базы начинают использоваться более-менее полноценно. Это не холиварный сразу такой доклад. У людей есть причина переходить на подгресс. Убер наоборот перешел на мускулей – это не мое дело, собственно говоря. Тем более, что Oracle после того, как он заполучил свои лапы в MSQL, он начал его двигать в явно правильном направлении. То есть он его стабилизирует, он сделал strict mode по умолчанию в версии 5.7. Огромное спасибо Oracle за это, потому что без этого было жутко. В восьмой версии обещают CTE и Windows Function и так далее. Ну, мы соотучимся на подгрессе, то, чего нет еще в MSQL. Ну, во-первых, это встроенные типы данных различные, там, для работы с IP-адресами, там, CIDR, MACADR и так далее. Операторы для, допустим, я написал select, входит ли диапазон 128.001 в CIDR, там, такой-то, он, верно, true или false. Время можно хранить как без тайм-зоны, так и с тайм-зоной, там, интервал времени и так далее. Вот, например, можно посмотреть, сколько сейчас времени в Нью-Йорке. Или, допустим, разница времени, сколько сейчас в Нью-Йорке минус, сколько сейчас в Москве. Получается, там, 7 часов. Когда я делал этот слайд, я решил посмотреть, а что было, допустим, 100 лет назад, какой был часовой поиск в Москве. Вот, с удивлением я обнаружил, что часовой поиск был, ну, если сейчас это ГМТ плюс 3, да, UHC плюс 3, то 100 лет назад это было ГМТ плюс 0.2.31.19. Ну, это так просто, наступление. Ну, есть другие стороны типы данных, там, UUID, JSONB, про которые уже утром рассказывали очень много, XML, ну, и там есть куча других сочетателей мануалов. Отдельно хочется поговорить по типу данных Array, он довольно хорошо встроен, есть различные функции работы с Array, операторы и так далее. Многомерные бывают массивы, впрочем. Ну, вот, например, проверки, пересекаются ли два массива, и, к примеру, входит ли один массив в другой. В общем, вот эту операцию можно проиндексировать, допустим, вычти в таблице, где какие массивы входят в мой массив конкретно. Есть функции, например, преобразования запроса в массив, она так называется Array, это бывает удобно для выборок. Есть обратная функция Unnest, то есть она берет массив и делает из него, как будто это был Select. То есть, например, такая задача, есть таблица с какими-то статусами, и нужно из нее выбрать, например, по всем существующим статусам количество значений, да. То есть мы не можем просто группировать по статусу, потому что каких-то статусов там не будет, и строка не попадет в результат. Поэтому мы можем сделать Array, перечислить их все, сделать Unnest и заджинить на какую-то там таблицу и получить то, что надо. Также часто используется для вставки вручную каких-то данных, где, например, 10 полей каких-то и еще ID-шник. И вот, допустим, нужно для заданных там 10 ID-шников вставить какие-то данные. Вот берется from Unnest и перечисляются все ID-шники и дополнительные порядки дописываются. Все это прибавляется к консерту и вставляется очень просто. без какого-то пасты и прочего. Подберс – очень расширяемая вещь, можно делать собственные типы. Ну, во-первых, даже не касаясь этого слайда, можно сделать типы, как вот встроенный Integer или varchar, только свои, там, Антон Чар какой-нибудь, и на C описать функции преобразования из строкового представления в этот тип и обратные, ну, и так далее. Я это пока не буду рассматривать, там это все сложно. Вот попроще пример. Можно сделать тип композитный. Вот, например, комплексное число. Это состоит из действительной части и мнимой. У них такие-то типы. И вот с ними работать как с обычным типом. То есть создаем таблицу с полем комплексное число, туда что-то вставляем, берем, допустим, выборку, там, получить мнимые числа из, там, такого-то поля. Еще есть одна возможность свой тип сделать — это домен. Это просто для… нужно для того, чтобы типы были более человеческие. То есть, допустим, у нас таблица, в которой там искополей, там, текст, 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 там, varchar, 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 а вы можете их назвать как-то по-своему. Это просто для читабельности кода. Хотя там еще есть один кейс, но я попозже к этому вернусь еще. Можно делать свои операторы. Вот, например, для комплекса чисел можно… Что-то немножко разъехалось, верстка? Не важно. Можно определить оператор сложения, да, свой собственный. То есть пишем небольшую хранимую процедуру, которая складывает, как нам надо. Описываем, что оператор плюс использует процедуру такую-то, левый аргумент такой-то, правый такой-то. И все. И можем там а плюс б просто использовать. Например. Можно описывать свои преобразования типов из одного в другой. Но я опять же взял для примера сферический вакууме такой композитный тип USD, который содержит сумму, и тип рубли содержит сумму. И функцию преобразования из долларов в рубли. Вот, допустим, по курсу 60 какому-то абстрактному. Ну, точно так же пишем createCast, преобразование долларов в рубли. Вот с такой-то функцией. И потом просто это можем использовать. То есть там берем 100 баксов. Ну, на двое точь и две точь это просто преобразование типов в полгерсе. Берем 100 баксов, преобразуем в тип рубли, и вот получаем там 6000. На самом деле куча есть существующих уже расширений, в которых описаны там типы, операции с ними, там операторы, там индексируются и по-всякому. По сути, вот такие расширения подоказов обычно это просто набор SQL-запросов, которые делают createType, createCast, createFunction. Ну, например, есть IP4R, я им активно пользуюсь. Там много всяких возможностей с IP, с диапазонами IP-адресов, там индексируемый GIST-индексом поиск по этим диапазонам. Например, можно сделать таблицу, например, диапазоны педресов, там город, диапазон город, и потом чекать какой-то ваш IP и быстро найти город, к которому относится. Вот, есть еще расширение URI, я его, правда, не пробовал в продакшене, но очень хочу. То есть, описывается просто тип URI. Вы берете какое-нибудь поле с таким типом и приходите за какую-нибудь ссылку на что-нибудь. И потом, во-первых, она валидируется, во-вторых, из нее можно вытащить какие-то данные, хост, схему с помощью функций и так далее. Ну, в подразделении есть куча разных индексов. Я уже упоминал, операции с массивами можно индексировать, некоторые для JSONB можно использовать индексы, полнотекстовый поиск. Есть вот индекс BRIN, сокращающий размер индекса, ну, такой простенький индекс с маленьким, так сказать, размером. И сейчас посмотрим еще два интересных, очень важных индекса. Это partial-индексы и индексы по выражению. Вот partial-индекс — частичный индекс. Он нужен для того, чтобы сократить overhead на индекс. То есть, допустим, мы же не можем на каждую колонку данных или на каждую комбинацию колонок сделать по индексу. Это будет занимать много места там на диске, вставки будут тормозить, ну и так далее. И для некоторых случаев, например, когда есть какой-нибудь таблица там 10 миллионов строк с платежами, у всех платежей статус какой-нибудь оплачено и только там у десяти строк статус там необработанный. И вот мы дергаем, допустим, выдвинем все платежи, где статус необработанный раз в секунду. Можно было бы просто сделать индекс, но он бы занимал огромное место и, по сути, больше его части как бы не использовать. То есть, в Postgres есть возможность сделать индекс по некоторому сабсету таблицы. То есть, только по определенным строкам, которые удовлетворяют какому-то условию. То есть, в данном случае, было бы по десяти строчкам он работал, остальные бы он вообще никак не трогал. И когда идет запрос select, там, la-la, where status равно 2, он его будет использовать и все будет хорошо работать. Потом я еще покажу, как его можно использовать для одного хака. Дальше, вот тоже очень важная вещь, индексы по выражениям. То есть, можно индексировать не просто какое-то поле, а какое-то выражение. В данном случае, берем имя с фамилией сразу, с пробелом. И поэтому мы индексируем. То есть, можно по какой-то функции, там, от чего-то, md5, например, это индексировать. Вот. Ну, наверное, в муске можно как-то выкрутиться, сделать отдельную колонку, там, и как-то и обновлять. Вот. Но здесь это очень просто делается. И потом, вот, при поиске, просто пишите where, вот эту вот такую же штуку, какая была в индексе, и все быстро лечится. Есть различные интересные constraints в Postgres, то есть, ограничения. Ну, классические constraints, да, это, там, unique, например, да, то есть, что в базе не можете ставить второе значение, если оно уже было такое в этом поле. Но есть и другие. Вот, например, мы рассматривали свой собственный тип доменного вида postal code. К нему можно прямо здесь же приделать проверки. То есть, вот, прямо пару регулярочек, что там должно быть пять цифр или, допустим, пять цифр тире четыре цифры. И вы уже не сможете в поле такого типа записать что-нибудь, там, привет, Петя. Он скажет, инвалид, там, что-нибудь такое, иди нафиг. Вот. Также чек можно, эти constraints, чек, вписывать, собственно, в таблицу. В данном случае я, в таблице вшита проверка, что имя должно быть не меньше одного символа, и не больше, в смысле, ну, да, не меньше одного, а не больше трехсот. Ну, естественно, их можно, здесь любые совершенно условия, там, самые дикие, их, может быть, чеков этих много делать. Это очень удобно. Особенно, если какой-нибудь там хранится JSON. Пока что еще JSON-схему не внедрили, вот, обещают в одиннадцатом, в одиннадцатой версии, как я понял. Пока этого нет, вот можно чеками обкладывать, если надо, очень сильно, там, что какой-то ключ должен быть или там, какого-то ключа не должно быть, это бывает полезно. Ну, вот сам, собственно, допустим, тип самодельного сам как constraint работает, то есть вы не можете ставить вместо дабла какой-нибудь, там, привет, опять же тот же, да, он скажет инвалид синтакс, до свидания. Поэтому иногда выгоднее использовать такие типы, чем, опять же, универсальный JSON, потому что, ну, какая-то базовая проверка на уровне самой базы данных. Вот этот хак, который я обещал, смесь уникальности и частичного индекса. То есть, в данном случае уникальность, она проверяется только для тех строк, где deleted равно false. То есть удаленных пользователей может быть сколько угодно, каких угодно, там, с повторами, пофиг. Нового пользователя нормального, неудаленного, вы не сможете ставить второй такой же email, вот эту таблицу. Это вот тоже очень удобно и здорово. Точно так же можно сделать уникальность по выражению. То есть был индекс по выражению, мы дописываем unique и делаем уникальность по выражению. То есть, допустим, мы хотим, чтобы сумма полей была уникальна. То есть вот мы вставляем сюда 1,2, он вставил, 3,0, говорит, нет, извини, уже такое есть. Ну, естественно, здесь может быть любое выражение, там, хэши, там, что хочешь. Еще есть интересный constraint, называется exclude. Как он работает? При вставке в таблицу или, там, при изменении данных в таблице, он вот эту вставляемую данную проверяет, сравнивая со всеми остальными строками, с заданным здесь оператором. В данном случае в эту таблицу невозможно ставить, ну, IP4R – это диапазон IP адресов, с такого-то по такой-то. То есть в эту таблицу нельзя ставить второе значение, которое бы пересекалось с каким-то еще этой таблицей. Тоже бывает очень полезно. Отдельно можно долго рассказывать про хранимые процедуры, но я не буду это подробно делать, потому что в 4 часа будет доклад, насколько я понял, от Ивана Панченко, который все это будет подробно в деталях рассказывать. Ну, я только в двух словах скажу, что их можно писать на разных языках. То есть можно на чистом SQL. Вот как я делал при кастовании долларов-рублей. Можно на встроенном в Postgres PgSQL языке. Можно на JavaScript. Для этого надо поставить расширение PLV8. Оно в бунтере из коробки, по-моему. Ну, то есть там apt-get install и все. Можно на Python. Есть еще, я видел один доклад, писание PLR в языке. То есть какие-то статистические обработки делают прямо внутри базы. И потом они даже, по-моему, какие-то графики строят. И select возвращает прямо гифку, то есть байты для вывода прямо на экран. Ну, и вроде бы еще для Gov собирались писать или уже написали. Ну, много всего есть на этот счет. И, в принципе, насколько я понимаю, это не так уж и сложно сделать, если вы знаете C и умеете все это делать. Ну, кратко про CTE. Common Table Expressions. Это в муске 8 обещают. В подсказе это уже давно-давно. Что это такое? Вы берете просто какие-то подзапросы, называете их человеческими именами. Ну, не как я назвал, там, SubQuery 1, а что-нибудь там, отфильтрованные юзеры, там, допустим, а здесь отфильтрованные там даты. Потом, допустим, их join'им один на другой. Это дает читабельность. Во-первых. Во-вторых, иногда это можно использовать как хак для оптимизации. Дело в том, что он и, с другой стороны, наоборот. Он, наверное, мешает. Вот такая читабельность мешает скорость исполнения запроса. Дело в том, что он каждый подзапрос выполняет отдельно. А потом их уже результаты пропихивает. То есть, если у вас, допустим, 20 join'ов, то есть на 20 join'ах подзапрос может реально затупить. Потому что планировщику сложно отыскать оптимальный план запроса. Он берет, он ищет, ищет, потом бросает дело, берет какой-то первооправшийся там, и все умирает. Тогда можно, если вы знаете свои данные, да, вы можете вынести часть тяжелых join'ов под запрос, а потом, ну, как бы в CTE именно. Не в под запрос, а в CTE. И потом уже дофильтровать каким-то более, там, простыми join'ами. Ну, это, как бы, детали оптимизации. Тут есть еще нюансы, что в CTE можно пихать апдейты. Но здесь вообще можно выстрелить все в ногу очень запросто. Потому что каждый, во-первых, их порядок никак не определен, насколько я помню, во-вторых, они все используют переначальную версию данных на момент начала этого запроса. То есть, допустим, если мы в одном апдейте вычитаем, ой, привариваем рубль, в другом вычитаем, да, то в результате получается, что одно из них сработало. Да, да, вот именно что. А если вот так еще написать select money, то он выдаст тоже первоначальное значение до этих апдейтов. То есть вы будете думать, что все сработало хорошо, на самом деле там полный трэш, и вам вернуло вообще не то. То есть тут надо понимать, что вы делаете и зачем вам нужны апдейты внутри CTE. Ну, обычно они нужны, когда, допустим, вы заапдейтили какие-то строки по условию какому-то и где написали там returning ID. Здесь это ID выдали. То есть я обновил базу, вот такие-то ID-шники я обновил. То есть это бывает удобно, но надо, еще раз повторяю, очень понимать, что вы делаете с этим. Оконные функции тоже будут в MyScore 8, не знаю в каком виде, но будут. И это тоже очень полезная вещь. Они позволяют к вашему запросу добавить дополнительные какие-то аналитические данные. Допустим, здесь таблица, это пример взят из мануала, тупо. Таблица зарплат сотрудников, и мы заодно выдаем, например, среднюю зарплату по отделу этого сотрудника. То есть мы описываем окно как partition by отдел. Два гиггата используем, и сумму, и среднюю. В общем, можно такие дополнительные данные приделывать к запросу, и очень все это бывает удобно. Или вот, например, такой тоже, к сожалению, опять обрезалось еще. Ну, неважно. Мы приделываем оконную функцию, просто номер строки в рамках окна. То есть в рамках, допустим, новостной таблицы с новостями, у них есть какой-то рейтинг новостей, и мы хотим выбрать топ-5 новостей по рейтингу в каждом конкретном разделе сайта. Вот мы их нумеруем в рамках окна, то есть по каждому разделу отдельно. А потом, ну, это в подзапросе, да, потом в внешнем запросе пишем, где там вот этот рейтинг меньше пяти, то есть топ-5. То есть одним запросом мы это делаем, и все работает. Вот. Вот есть еще такие фишечки очень приятные, когда мы можем, например, не просто аккаунт-звездочка, а только для какого-то набора данных, то есть с условием. В данном случае я вот из юзеров беру, считаю, сколько из них старых, сколько молодых. Ну, старых здесь больше 20 лет. У меня 37, если что. Это, естественно, можно и без этого решить, да, то есть и в MySQL можно сделать сумму, а внутри этой суммы написать условия, там, если больше, там, двадцати, вернее, один, иначе там ноль, потом это все суммируется, но так гораздо штабельнее просто. И, в общем, все здорово. Есть куча всего еще. Ну, материализованные вьюхи, да, то есть это та же вьюха, только она как бы кэшируется в некую, в таблицу, грубо говоря. И этот кэш можно обновлять командой refresh, materialized view. Причем в девять пять, что ли, появилась возможность concurrently это делать, то есть без золочивания всего на свете он обновляет более-менее по-человечески. А потом listen notify, то есть я это не пробовал в продакшене, но хочу попробовать. Когда вы можете подписаться на какое-то событие и можете отправить какое-то событие с какими-то дополнительными там данными, там, допустим, это какой-то аукцион, да, то есть подписались на события какого-то там товара и кто-то сделал ставку, notify там, ID там, цена, я не знаю. И это все всем подписчикам произошло сразу, без обновления там данных или без сторонних каких-то решений, очередей там прочего. Что? Тройная очередь. Ну это не очередь, это вот как бы подписка и получение. Ну очередь она, ну да, наверное, ничего. Не берусь это сказать, чем отличается. Есть, ну да, по-моему, это не очередь. Есть, есть очередь, extension есть, embass называется, это вот реально очередь. Там все то же самое, есть хранинки, там создать очередь, подписаться и отослать и так далее. Вот. Дальше. Группин сетс появился 9-6. Я, честно говоря, даже не знаю, как их применять на практике, поэтому не стал особо подробно это расписывать. Но в двух словах это когда вам нужно посчитать сумму с одной группировкой, там с другой группировкой, потом общую сумму. И чтобы мне делать несколько запросов, это можно пихнуть в один там, там, группин сетс и перечислить по каким параметрам вам надо группировать. И он все это упакует в один ответ, и потом это как-то можно получить, распарсить, изучить и так далее. Foreign data wrappers. Я тоже, опять же, не пробовал в продакшене, но вообще это такая штука, которая позволяет обращаться к данным, которые лежат, допустим, в другой базе данных или в другом даже типе базы данных, там в MySQL или там CSV-файл, как к обычной таблице, которая у вас есть. То есть, можно заджойнить подгрессовую таблицу, мускульную таблицу и цвет свой файл в одном как бы запросе. Ну там, конечно, наверняка есть нюансы с производительностью и так далее, но кому-то это может быть очень полезно. Дальше, сиквенсы. То есть, если в MySQL есть автоинкремент, то в подгрессе эта функциональность гораздо более широкая. Во-первых, сиквенсы существуют отдельно от таблиц. То есть, можно вообще без создания таблиц создать сиквенс, который будет тикать. Во-вторых, тикать можно не по одному, а через один. Можно зацикливать. Ну еще что-то такое можно. А, с чего начинать и чем заканчивать это и так далее. Можно один и тот же сиквенс прицепить, чтобы он тикал в разных таблицах как дефолтное значение. Можно, вот это даже неудобно я сказал, права доступа отдельно давать на сиквенс, на получение этого сиквенса. Бывают такие случаи, когда на запись таблицы дал права, на сиквенс забыл. И он говорит, не могу записать. Вот. Ну, еще есть, конечно, много всяких фич в мускуле. Ой, в подвесе. Всего тут не опишешь. Но главное, что много вот таких вещей, которые надо хотя бы посмотреть. Может быть они в продакшене как-то у вас, так сказать, растутся. То есть каждая из того, что я писал, функциональность, она может быть и не очень даже важна. Но когда все вместе, то есть допустим, вот то же решение МБАС, оно там использует и то, и все, и пятое, и десятое, и там, и результате получается вот круто. Вот. Ну вот меня можно найти в фейсбуке, добавляйте друзья, на хабре, пишите письма. Если кто-то хочет что-то добавить, например, там, какую-то идею высказать. А я так спрашиваю. Ну, пожалуйста. Вопрос. Вот вы показали, что можно перекладывать всякие сложные операции, там, парсинг, сложная валидация на базу. Но всегда ли это оправданно? То есть, например, сейчас в бизнес-логике ты все равно проверяешь модели, да? Нет, понятно, что приложение тоже должно все проверять, но бывают разные ситуации. Например, ошибка в коде, да, и все. И у вас какие-то данные пролезли случайно. Вот выкатили, что на продакшн новый код. Там что-нибудь не то записалось. И, ну, типичный случай, например, когда интернет-магазин продавал когда-то ноутбуки по 0 рублей. Понимаете? То есть, ну, конечно, приложение должно проверять такие вещи, но вот пролезло. Если бы был чек в таблице, да, прайс больше нуля, хотя бы тупо, то все, оно бы не дало записать такие данные, и все бы откатили, и все было бы хорошо. Или, допустим, тоже уникальность, да, это же тоже constraint. Поэтому, как ее обеспечить, наверное, по приложению, это же огромный геморрой. Это надо что-то лочить, потом там что-то вставлять, потом проверять. То есть, в идеальном мире, например, архитектор придумывает базу, делает эти constraints, и разработчик, даже не подозревая в этих constraints, все равно еще проверяет, как бы, приложение. Типа два failsafe. Ну, понимаете, баг в базе данных, это всегда очень серьезно. То есть, ну, это бывает катастрофа. То есть, это зависит от вашего приложения. Может, вам это не надо, конечно. Может быть, надо. Ну, примите, например, парсинг, как мы говорили. Вот вы рассказывали. Да. Могично можно распарсинг в коде, получить смену. Нет, я объясню, объясню. Например, у вас есть ссылки, да, вы хотите сделать уникальность по домену, чтобы не было двух ссылок, у которых один и тот же домен. Вот в коде вы задолбаетесь это делать. В базе вот берете этот чип URI и индексируете по функции, там, хостнейм какой-нибудь. Оно само работает как магия. Очень просто. Да. А вы храните большие данные в ПОСГРИ и портиционируете ли вы таблицы? Интересно, большие файлы в одной строке, в одной ячейке? А, значит, ну, нет, такие, чтобы там военный мир в одну ячейку, такого нет. Но я знаю, что ПОСГРИ и большие данные автоматически складывают в отдельное хранилище, забыл, как называется. То есть там какие-то предусмотренные такие вещи. Вот. Что касается протисционирования, мы пробовали встроенное протисционирование ПОСГРИ с наследованием таблиц. ПОСГРИ. Там есть такая вещь. Но это все работает. Ну, мне это не понравилось. Есть другие, есть расширения. Там, как там, ПАРКМЕН или что-то такое. И там все это как-то гораздо лучше работает. Но я здесь в этом вопросе плаваю, поэтому ничего не могу толком ответить. Ну, все, наверное, тогда. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА